Друзья, привет! Сегодня мы поговорим об очередной горячей новиночке из Китая, модели Vivo X100 Pro. Я не стал выпускать сырое видео или распаковку, решил походить с ним неделю и сразу рассказать обо всем максимально подробно. Производительность, автономность, камеры и поверьте, смартфон этого заслуживает, пусть и без недостатков не обошлось. Серия X90 стала очень популярна и любима среди пользователей. Давайте посмотрим на ее продолжение. Плюс-версия еще не вышла, ожидается только в следующем году, так что перед нами топовая модификация линейки на текущий момент. Какими фишками может похвастать новинка? Давайте разбираться. Ну а за скорость, как обычно, огромное спасибо Василию. Без него раздобыть телефон на обзор в такие сроки я бы точно не смог. Погнали! Для начала комплект поставки. Симпатичная коробка, внутри находим кабель Type-C Type-C, блок питания на 120 Вт при поддержке телефоном 100 Вт и силиконовый чехол. Чехол простенький, прозрачный, но это зависит от цвета. У меня голубой вариант, и ему прозрачный как раз к лицу. Такой же будет и у оранжевой, с интересной текстурой. А вот у матовой черной будет черный, более качественный с виду чехол. На экране же пленка с хорошей аляфобкой. За это плюс. Далее внешний вид. Ну, этот момент я считаю спорным в новинке. Спереди Vivo не удивляет. Совершенно типичный смартфон со скругленным дисплеем. Выглядит примерно так же, как IQ 12 Pro, как Xiaomi 13 Pro. Рамки не самые тонкие на рынке. В общем, вау-эффекта нет, все довольно стандартно. Загиб дисплея заметный, так что блики ловить вы, конечно, будете. Куда без этого. Лично меня это вообще не напрягает, но тут кому как. Сзади, скажу честно, это не особо мой формат. Ну, не люблю я вот эти огромные круглые блямбы на пол спинки. Такой был Xiaomi 13 Ultra. Oppo Find X6 Pro недалеко ушел. Хотя смотрелся органичнее. Мне по душе больше то, как выглядит тот же Xiaomi 14 Pro. Спусти массивным, но квадратным блоком в углу. С точки зрения управления, решение Vivo тоже не идеальное. Вроде бы можно опереться на блок указательным пальцем. Но когда тянешься к шторке, перехватываешь аппарат и заляпываешь камеры. Перед съемкой надо не забыть протереть. Плюс развесовка на грани из-за того, что модуль большой и указательный палец держит телефон низковато. Но вроде бы не перевешивает. Да и вес немалый. 227 граммов. Ну и конечно, сам аппарат тоже не маленький. Это точно не устройство для любителей компактов. В общем, в плане эргономики и внешнего вида Xiaomi 14 Pro или IQ 12 Pro лично мне понравились чуть больше. Но у вас может быть другое мнение. Это во многом вкусовщина. Далее железо. Тут у нас нечто новенькое. Свежайший 4-нанометровый Dimensity 9300. Оперативки 12 или 16 гигабайт. В топовой версии на 1 терабайт оперативка LPDDR5T, которая на 13% быстрее, чем 5X. В остальных как раз 5X. Но понятно, что разницы вы не почувствуете. Постоянная UFS 4.0. До 1 терабайта. Слот под симки двойной, без поддержки карт памяти. Поддержки E7 традиционно для китайских китайцев нет. Ну что, смотрим бенчмарки и удивляемся. 40-минутный стресс-тест на 100 потоков Vivo X100 Pro провел гораздо лучше, чем Xiaomi 14 Pro, который после 20 минут вываливался в перегрев. Да что там, казалось бы, идеально отработавший IQ 12 Pro, полностью раскрывший потенциал Snapdragon 8 Gen 3, по цифрам уступил чипу от Mediatek. Ладно, смотрим Antutu. И тут дела не настолько хороши. X100 Pro чуть не дотянул до 2 миллионов баллов, так что в Antutu 8 Gen 3 выбивает больше. На втором прогоне — миллион семьсот. На третьем — уже миллион пятьсот семьдесят. Нагрев до 47 градусов на батарее. Ладно, что на практике? На практике все идеально. В тяжелый Genshin Impact на максимальной графике после получаса непрерывных боев аппарат вообще не проседал и нагрелся всего лишь до 37 градусов на батарее. Спустя 50 минут интенсивных боев, максимум, что я увидел — 39 градусов на батарее. И снова никаких просадок. По факту он ничем не уступил идеально отработавшему IQ 12 Pro на 8 Gen 3. При этом я играл на средней яркости, как и всегда. После 50 минут замерил пиковую. 900 нит в ручном режиме и 1100 при автояркости. Идеально. Ну и после часа игры — 41 градус на батарее. И пиковая яркость — 750 нит. А еще говорят, прогресса нет. Посмотрите, насколько лучше себя в тяжелейших играх показывают чипы последнего поколения. И от Qualcomm, и от Mediatek. При этом я ставлю их на одну ступень. Mediatek провели потрясающую работу. Касаемо работы интерфейса — тут у меня почти ноль претензий. Аппарат работает на Origin OS 4, основанный на Android 14. Та же система стояла и на IQ 12 Pro. Сразу по плюсам — русский язык из коробки. Это очень хорошо. Google сервисы вшиты. Ставить АПК-шку Play Market и дальше процесс настройки аппарата не будет отличаться от любого другого. Китайский софт есть, но 99% можно удалить. Реально можно так очистить телефон, что китайского тут почти не найти. В целом, система симпатичная. Мне нравится анимация. Телефон реально летает. За неделю использования я не столкнулся ни с какими проблемами. Единственное — не во всех приложениях по умолчанию включены уведомления. Тут лучше сами зайдите в настройки и проверьте. При необходимости проставьте нужные галочки. Но по итогу, Telegram, YouTube, Gmail и прочие программы исправно присылали мне все уведомления. По нагреву. Особо не наблюдал. Но если на мобильном интернете долго серфить тяжелые сайты, Vivo иногда грелся до 41 градуса на батарее. Я даже насторожился, но в остальных режимах или на менее тяжелых сайтах я этого не замечал. Из полезного — есть запись разговора из коробки, без предупреждающего сигнала. Есть VoLTE и VoWiFi. Тинькофф Pay и Mirpay работают исправно, оплата проходит. Из печального, как и почти любой аппарат в китайской версии, Vivo X100 Pro не имеет поддержки Android Auto. Кому это важно, имейте в виду. А еще тут нет 20 бенда, как в Xiaomi 14 Pro. Так что 4G Plus вы будете ловить хуже. Но в целом, в Москве и области у меня со связью проблем не было. Жить без 20 бенда вполне можно. И что еще заметил? Почему-то, несмотря на наличие в настройках для разработчика множество кодеков, мои OnePlus Buds Pro подключаются только по AAC. Все остальные кодеки погашены, их нельзя выбрать. Также, кстати, было и на iQ12 Pro. Кто знает причину — напишите. По разъемам. Type-C версии USB 3.2 Gen1. У обычного X100, кстати, он версии 2.0. Также есть и К-порт. Сканер отпечатка пальцев под экраном. Оптический. И, наверное, я ожидал, что он будет чуть побыстрее. Палец надо прикладывать точно. Площадь невелика, и при разблокировке его лучше чуть подержать. В общем, за сканер четверка, не больше. Насколько я помню, у 90 Pro Plus был ультразвуковой. Есть и разблокировка по лицу. С ней никаких проблем. Работает хорошо и днем, и в темноте. Даже кромешной. Даже когда экран на низкой яркости. Как-то удивительно. Надеюсь, не в ущерб безопасности. Вибромотор хороший. Вибрация приятная, разнообразная. Тут к аппаратам холдинга BBK давно вопросов нет. Но, наверное, у того же пикселя она все-таки более интересная и в систему интегрирована лучше. Звук стерео. Отверстий на верхней грани нет. Роль второго динамика выполняет разговорный. Звучание хорошее, громкое, но низов мне не хватило. Есть варианты, звучащие лучше. Идем дальше. О дисплее-то не поговорили. 6,78 дюйма. Я же говорил, что это большой смартфон. 2800 на 1260 точек. LTPO от 1 до 120 Гц. Хорошая цветопередача. Углы максимальные. Картинка сочная. Несколько цветовых профилей, включая адаптивный. Возможность отрегулировать цветовую температуру. Правда, на белом я заметил под определенным углом небольшую радугу. Не критичную, но хотелось бы обойтись без нее. LTPO работает хорошо. На разной яркости, и на высокой, и на низкой я вижу перескоки от 5 до 120 Гц. Иногда даже один проскакивает. Так что в этом плане все прекрасно. Максимальная яркость отменная. 950 нит в ручном режиме. При автояркости с фонариком удалось выбить 2000 нит, чего уже за глаза. Если же включить HDR контент, то можно увидеть и 2400 нит. Заявлено, правда, 3000, но бурчать не буду. Этого и так за глаза. Шим. Заявлена частота шим диммирования 2160 Гц. Я получил коэффициент пульсации в 30% почти на всем диапазоне яркости. Но на низкой, видимо, включается DC-димминг, и прибор выдает 10%. По моим замерам, частота тут 360 Гц. Но на низкой яркости уровень пульсации в районе минус 30 дБ. Так что, возможно, прибор просто не может нормально ее определить. В общем, не лучшие показатели по рынку. Но даже 30% на частоте 360 Гц не запредельная цифра. Хотя понимаю, что если прямо очень страшно, то мои слова вас не убедят. Автономность. Батарея емкая. 5400 мАч. Я старался использовать аппарат на мобильном интернете. И цифры вышли такие. При интенсивном режиме, с 40-минутным троттлинг-тестом, с тремя прогонами Antutu, полутора часами навигатора и прочим, телефон сел спустя 9 часов и показал менее 6 часов работы экрана. Еще день с парой часов навигатора, примерно 4 часами фото-видеосъемки, в том числе на морозе, браузинг, YouTube, почти сутки и 7,5 часов экрана. Это уже хороший результат. Еще день. Обычное использование. Снова на мобильном интернете. Час навигатора, браузер, YouTube, Telegram. Ровно сутки и 8,5 часов экрана. Отличный показатель. В итоге решает нагрузка. Вот еще день обычного использования, но с часом игры в Genshin Impact, который один съел 25% батареи. Снова около суток работы и 7 часов работы дисплея. В общем, я не скажу, что он рекордсмен. Нет, но это очень уверенный результат. Автономности Vivo X100 Pro вам точно хватит. Заряжается быстро. Поддерживается 100-ваттная зарядка. 59% за 15 минут, 88 за 25 и 0,100 за полчаса ровно. Есть и беспроводная зарядка на 50 ватт. В наличии Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Камеры. Три 50-мегапиксельных модуля. Основной дюймовый AMX 989 с f1.75. Ультраширик с автофокусом и f2.0. Телевик с 4,3-кратным зумом, оптическим стабом и f2.5. У меня под рукой был iPhone 15 Pro. С ним давайте и сравним результаты. Я даже не очень хочу заниматься вот этим поиском детализации там, где она не нужна. Давайте смотреть на фотографии шире. Первое, что бросается в глаза при съемке на основные модули — баланс белого при съемке на улицу в снежную погоду на Vivo однозначно лучше, чем на iPhone. 15 Pro почему-то ушел в синие тона, что на пользу кадрам, конечно, не пошло. И сделал он это не один раз и не в какое-то конкретное время. Почему-то на некоторых снимках iPhone попадает в баланс белого, но на снимке, сделанном буквально через 5 минут, опять все синее. Тут явно Vivo стабильнее и честнее. Далее фото в помещении и тут выделять никого не буду. Оба снимают здорово, чуть иногда отличаются цвета, иногда по деталям, чуть лучше один, иногда второй, но в целом результат хороший у обоих. В таких условиях, что iPhone, что Vivo снимают здорово. Тоже скажу и о ночных фото. Они чуть отличаются по цветам, но результат на самом деле достойный на обоих. Можно смело снимать, в том числе в ночном режиме. Унижение iPhone начинается при съемке на телевики. Жаль, что на руках нет Pro Max с 5-кратным зумом, потому что 3X15 Pro вообще не конкурент Vivo. Я вообще скажу, что это возможно лучший телевик, что я использовал. Прекрасное естественное боке, отличная резкость, а что самое интересное 10-кратный зум, который по сути программный, реально дает результат. Я сделал несколько кадров и разница видна невооруженным взглядом. То есть, по сути, у вас есть не только честный 4,3-кратный зум, но и 10-кратный. За телевик просто 10 из 10. Ультраширик пошире на iPhone. На снегу iPhone снова периодически чудит. Vivo гораздо стабильнее по балансу белого. В помещении близко. Иногда чуть больше нравится один, иногда второй. Кадры на самом деле приятные, и на ультраширике можно снимать. Что на улице, что в помещении. Да и ночью получается неплохо. И тут мне кажется Vivo менее искусственный в ночном режиме. Мне его фото нравятся больше. Макро хорошее у обоих, но iPhone фокусируется ближе. При прямом сравнении отдам тут ему предпочтение. По селфи, угол шире на Vivo. iPhone опять накосячил с балансом белого. Но по детализации и общему впечатлению, я тут скорее за iPhone. На Vivo фронталка как будто не очень понравилась. Плюс видео она пишет только в 1080p, до 60 фпс. 4К не завезли. И это жалко. Вот сравнение 4К на iPhone и 1080p на Vivo. По видео. У обоих есть кино режимы с размытием. Оба пишут в 4К. Привет Pixel и Xiaomi. Результат сравним, если условия не очень тяжелые. Ну а грехи конечно заметны. Особенно если есть какие-то мелкие детали. Вроде пера на шапке. Тут программное размытие не справляется. Но у Vivo можно снимать в таком режиме на телевик и он снова творит чудеса. По мне так это просто прекрасный результат, который можно вообще спутать со съемкой на хорошую системную камеру со светосильным объективом. Как вам? Ну и видео с основной камеры. Мое мнение, Vivo не уступает iPhone и снимает просто прекрасно. Что в 4К 30, что в 4К 60 фпс. Что днем, что ночью. Возможно в каких-то режимах он даже лучше iPhone по видео. Запись видео ночью в 4К 30 фпс. Vivo X100 Pro и iPhone 15 Pro. Запись видео ночью в 4К 30 фпс. Vivo X100 Pro и iPhone 15 Pro. Посмотрим, как они записывают видео ночью при таком фреймрейте. Есть ли двоение фонарей и как хорошо работает стабилизация. Тест записи видео Vivo X100 Pro. Съемку виду в 4К 60 фпс. Посмотрим, как он записывает видео ночью в таком фреймрейт. А заодно сравним его с iPhone 15 Pro. А еще очень понравился зум. Во время съемки даже в 4К 60 фпс вы можете переключаться между всеми модулями. И при переходе скачок конечно не такой плавный как на айфоне, но быстрый и среди андроид это наверное лучший результат. Если же зумить плавно, то перескок заметен не сильно. В общем по камерам Vivo X100 Pro точно один из лидеров. Посетую разве что на видеосъемку на фронталку в 1080p. Ну а телевик и качество записи видео перекрывает просто все возможные претензии. Что еще? Датчик приближения работает корректно. Никаких ложных зажиганий дисплея. Про запись разговора говорил. GPS стабилен. Тут без претензий. Цены. Официальные от 5 до 6 тысяч юаней. Это примерно от 63 до 75 тысяч рублей. На старте, да и в России понятно что он будет дороже. Ну и по традиции ставьте видео на паузу и пишите свои мысли в комментариях. Моё мнение вышло прекрасно. Недостатки есть, но достоинства на мой взгляд с лихвой их перекрывают. Да тут нет андроид авто. Нет 20 бенда. Нет 4к съемки на селфи камеру. Но экран хорош. Железо топовое. Игровая производительность буквально идеальная. Автономность отличная. Зарядка быстрая. А камеры просто выше всяких похвал. Так что я очень доволен этим аппаратом. И считаю что рассматривать его для покупки точно стоит. А что думаете вы? Пишите. Подписывайтесь на канал. Дальше больше.